Здравствуйте, уважаемые представители СМИ. Меня зовут Александр Петков. И мои коллеги Елена Пануш и Игорь Шевмет. Мы пригласили вас на пресс-конференцию по поводу очередного беспредела, проведенного гестаповцами, другого слова у меня нет, из МВД и Генпрокуратуры. Игорь Шевметов, специально для фальсификаторов с Плохотнюковской публики, хочу вам сказать сразу, никакой речи о контрабанде валюты, к вашему удивлению, в субботу не велось. Поэтому передайте привет вашему Плохотнюку и всем его псам, в первую очередь Аде. Наверняка все из вас видели видеокадры, фотокадры с того, что было приведено в субботу в нашем центральном офисе. Подобные наезды гестаповцев были также в городском офисе в Кишиневе, который находится здесь на Лозо, а также в Камрате, Кагуле, Единцах, Бельцах. Что обратило на себя внимание, это в первую очередь методы. Если в 30-40-х годах приезжали на воронках, на которых была надпись «Хлеб», сейчас молдавские гестаповцы под руководством безвременно ушедшего речана приезжают на белых маршрутках с неиспарянскими номерами и с надписью «113 маршрута». Как бы ждем продолжения. Продолжение следует. Столько времени, сколько европейские структуры будут молчать. Те самые структуры, которые дают им на это деньги. Наверняка все должны спросить, как минимум, Топиолу, а куда же ушли те миллионы, которые были даны на автомобили для полиции. Хочу вам сразу сказать, что люди, пришедшие в центральный офис, здесь находился я, пришли по очередному сфальсифицированному делу, очередным сфальсифицированным показаниям некой женщины, которая видела какой-то подкуп избирателей в октябре месяце. Само постановление вообще выписано 20 ноября одно, и 24 ноября другое. Самый разгар предвыборной кампании. Обыски проводили, чтобы вы понимали, что искали люди здесь. Они искали продукты питания. И тогда, когда прокурор меня спросил, не хотите ли вы представить, что до того, как мы начнем обыск, я сказал, конечно, безусловно, что вам нужно. Он начал читать продукты питания. Я говорю, а что вас интересует? Хлеб? Макароны? Он так усмехнулся. Нет, ну если там в больших количествах. А я еще сказал, говорю, ну а, допустим, мешок картошки вас интересует? Он говорит, ну конечно. Говорю, а мешок капусты? Ну да. Я говорю, для того, чтобы вы знали, у нас здесь внизу находится кухня, там есть мешок картошки, мешок капусты. Я хочу вам сказать, что вот эти вот прокуроришки, они ушли отсюда не с капустой и не с картошкой. Они ушли отсюда с серверами, с компьютерами, с архивом. Что еще раз говорит об очевидной заказанности того дела, которое они ведут. Они приходят сегодня не потому, что у них что-то есть. Вспомните очень хорошо, как это было, да? Тогда, когда Ренат Усатый предупреждал, что у нас готовятся обыски и аресты. Вот эти дела, они были приготовлены именно тогда. Тогда им сломали весь ход. Сегодня они приходят уже разрушать то, что есть. Они сегодня пришли для того, чтобы заблокировать полностью деятельность партии. Для того, чтобы заблокировать любую деятельность наших офисов территориальных. Сегодня здесь ничего не функционально. Если вы обратили внимание, здесь нет интернета, которым вы всегда используете. То есть, здесь нет ни одного процессора. Единственный компьютер, который здесь работает, это мой компьютер личный. И еще несколько личных компьютеров наших сотрудников. Они пытаются в очередной раз запугать нас. И хочу вам в очередной раз сказать, что им это не удастся. На каждого гестаповца будет найдено средство. И возмездие, но неизбежно. Они арестовали нашего активиста в Единцах по той простой причине, что 5 декабря он якобы по телефону с кем-то говорил, что вот они арестовали Колю Циповича. И вообще заслуживают, чтобы их вообще поубивали. Так слушайте, об этом говорит половина страны. Половина страны об этом говорит. Я не стесняюсь об этом говорить. Потому что таким, извините, уродом не место вообще в МВД, в прокуратуре. Не место. Вы могли себе представить в 2014 году, после подписания Молдовой договора об ассоциации с Евросоюзом, чтобы приезжали гестаповцы на маршрутках? Якобы. Кстати, по поводу этой маршрутки. Очень интересно. Кто ее оплатил? Кто ее оплатил? А путевой лист у него должен был быть, у этого маршрутчика. И на каком основании он здесь стоял? Никого не интересует это случайно из Министерства внутренних дел, который интересуется, откуда у нас деньги на то, откуда деньги на сё. Когда мы им представляем, их все равно это не интересует. А по той простой причине, что они приезжали сюда для того, чтобы что-то подкинуть. И я не удивлюсь, что в очень ближайшее время мы будем свидетелями того, что даже под нашими подписями там что-то найдут. В этих пакетах, которые они здесь отсюда вывозили в субботу. После того, как они приехали и арестовали людей, бросили в тюрьму просто-напросто людей по сфальсифицированным смс-кам, что от них можно ждать еще? Человека, которого в Единцах арестовали, за 220 километров от Кишинева везли его. У него жена дома, беременная. С не самым хорошим диагнозом, по правде говоря. Как можно себя вести с этими людьми? Они вообще заслуживают жить на этой земле? Вот такие буники, которые ездили туда. Этот прокурор, который сфальсифицировал уголовное дело по Цеповичу. Он поехал туда. Я сейчас вам объясню, почему эти прокуроры исполняют. Исполняют вот эти действия. Смотрите, прокурор Буника, прокурор Марару, который был здесь. Если есть, может не Марару, как прокурор? Кадриану. Кадриану, извините. Прокурор Кадриану, который был здесь. Они шантажируемые. Я вам объясню, каким образом. Буника сфальсифицировал уголовное дело по Цеповичу. Это уголовно наказуемое дело в отношении него. Он уже на крючке. Его послали беденцы. Идите, исполняйте то же самое. Он поехал и смиренно исполнил то же самое. Это пес режима. Двоечник, это Буника. Кадриану. С 2010 года в его сейфе находится уголовное дело, в котором фигурирует Плохотнюк. Четыре года это уголовное дело пылится у него в сейфе. Он не знает, как его закрыть. У него приказ его закрыть. Он не знает, что с ним делать. Ему надо как можно быстрее выслужиться, для того, чтобы хотя бы сбыхаться от этого дела. Потому что, ну как, там надо привлекать уже Плохотнюка. Все из них, все из них шантажируемы. Все. Боголовно. Начиная от Кавкалюка. Задача которого подкинуть фальшивые доллары. Кстати, по поводу фальшивых долларов. Чтобы Кавкалюк случайно не подумал, что я не знаю по поводу его намерений. Кавкалюк в июле 2010 года, перед предвыборной кампанией, если как вы помните, ночью на Тегина-6 торопился в торопяк, резал еще одним человечком, резал купюры долларовые из обоев, такие, знаете, обои такие фальшивые, которые они конфисковали у римского. Матрица Тег фальшивых долларов до сих пор находится у Кавкалюка. Я не удивлюсь, когда мы увидим подкинутые кому-то фальшивые доллары. Чтобы вы знали, чьи они будут. Они будут Кавкалюка, который проходит именно по тому делу. Если вы мне не верите, спросите у... Даже не знаю, как его назвать, но пусть он будет так, депутата одного Плохотнюка. Зовут его Сырбу. Он приложил Сиди с показаниями агента по этим долларам, по тому уголовному делу. Спросите его. Если он постесняется их представить, мы их представим. Мы как Кавкалюку представим. Мы ждем официальной реакции и позиции со стороны Европейского Союза. По той простой причине, что Молдова с некоторых пор является подписантом договора об ассоциации с Евросоюзом. Целый ряд его положений, начиная с преамбулы, начиная с преамбулы, нарушены. Преамбулы. Артикулы на объективе. Артикул 3. Артикул патру реформы интерны. Принципи генерали. Титул 3. Либертати, секуритати, жустиции. Все нарушено. И мы хотим знать, почему Европейский Союз в лице господина Катапиолы в Молдове молчит. Мы бы очень не хотели, чтобы всем стало ясно, что гестапо в Молдове возродилось благодаря покровительству Европейского Союза. В 2014 году господин Катапиола в недавнем интервью заявлял о том, что он недостаточно проинформирован о том, что происходит по арестам. Почему ответственно заявить? Вот здесь адвокат. С первого дня после арестов во все посольства были направлены информации. Нету в Молдове посольства, которое не знает о том, что творится в Молдове сегодня. Просто-напросто нету. И поэтому мы бы очень хотели знать, на каком основании в Молдове происходит нарушение основных прав человека. Мы обращаемся уже к ОБСЕ в Соединенных Штатах Америки, к Российской Федерации, которая является полноправным членом ОБСЕ, для того, чтобы узнать официальную позицию этой организации. Ответственность за сохранение прав человека и утверждение демократических норм Молдовы. Мы хотим сказать, что обыски происходят в нашей партии по той простой причине, что после того, как они сфальсифицировали уголовные дела, они просто-напросто не могут остановиться. Они не могут остановиться, потому что им надо что-то якобы найти. Именно поэтому мы предупреждаем вас о том, что в тех пакетах, которые они запакетовали, якобы в нашем присутствии, а здесь, чтобы вы понимали, происходило пакетирование пакетов на трех этажах одновременно, обязательно что-то будет найдено. Обязательно что-то будет найдено. Архив партии зачем он нужен был? Для того, чтобы все 35 тысяч членов партии сейчас начинали их обзванивать. Обзванивать и угрожать им. Поэтому мы говорим, что они на самом деле пришли разрушать их цель. Кто-то меня спрашивал из журналистов на предыдущей пресс-конференции, какова же цель их. Мы поняли, какова их цель. Все обыски, которые они проводят, они проводят на основании, там, через запятую, статья 181 прим. Уголовного кодекса. Так вот, статья 181 прим. Уголовного кодекса предусматривает ликвидацию юридического лица. Их цель ликвидировать патрию, как политическую партию. Это они и хотят сделать. Посудите сами. Сюда пришли с десяток вооруженных автоматами полицейских в масках на происшествие, которое не является тяжелым преступлением. На днях мы все были свидетелями. Изнасиловали 83-летнюю старушку. Насильника отпустили. На второй день. Цепович сидит уже вторую неделю. Сюда прискакали сразу 10 автоматчиков. Где мы же, в каком мире мы живем? Статья, по которой Цепович сидит, вообще не предусматривает ареста как такового. Вообще не предусматривает ареста. Именно по этой причине и говорю вам, что то, что творится, здесь творится, к сожалению, под прикрытием дипломатов Европейского Союза в Молдове. Я не хочу их сейчас обвинять. Но их будет обвинять весь молдавский народ. Мне очень интересно знать, они на кого собираются опираться в Молдове? На преступников, на бандитов у власти? Или на молдавский народ, который сидит сейчас запуганный по подвалу? Мы считаем, что Евросоюз ошибается, когда думает, что такая страусиная позиция, которую они заняли в Молдове, в частности по этому делу, приведет к лучшему. И хочу вам сказать, что тогда, когда они подписывались в Молдове договор об ассоциации, они заявляли нам, что все будет лучше. Так вот, хочу вам ответственно заявить. То, что происходит сегодня, такого не происходило раньше. Не было такого раньше. Один чиновник Евросоюза пытался нам сказать, что, слушайте, но было дело Пассата. Такое оправдание, да? Было дело Пассата. Но что же я сказал, слушайте, было дело Пассата, там совершенно другие были. Совершенно другие были деяния. Совершенно было другое. Я ожидал еще, что они скажут, может, обратитесь к господине Чубайсу за помощь. Вот этого еще только не хватало, да? То, как они себя вели во время обысков, еще раз подтверждает один непреложный факт. У них ничего нет, и они пытаются что-то, высосав из пальца, подкинуть. Обратите внимание, все наверняка видели этот кадр с сейфом, с чебурашками. Тот оперативник, такой же очкастый лыстый, как и я, он почему-то отказался, ну, посмотреть, может, там за чебурашками что-то было? Ведь логично, правда? Может, с самим чебурашками что-то было? Тоже логично. Я вам скажу больше. В соседнем кабинете, выходя из кабинета, я его спросил, вы точно все посмотрели? Говорит, да. А я ему говорю, вот у меня ключ от сейфа, там внизу сейф. Он отказался его открывать. Он отказался его открывать. Слушайте, если приходит полиция, которая отказывается открывать сейфы во время обысков, это говорит наверняка во многом, правда? Если не обо всем вообще. Я извиняюсь, может, задержал ваше внимание. Я предоставлю слово адвокату Игоря Широмеду, предоставит некоторые правовые детали того беспредела, который имел место севера, в том числе с действия Александра в кадром , когда возникет от этой isfяиулой персонала Renato Усату. Собственность что, в том числе, Муралия, что это было, в этом сафе. Сигурно, они были оформлены несколько месяцев в время на паузатой, в contextе, которые, как бы, у вас было искусообнику, что, как бы, у вас было перхезиции, сказал, что, в последнее мусульное мнение, но, в том числе, Продолжение следует... 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 Они уже на перхезиции, на официю, как и indicал, на донансе перхезиционирования, официей партии политики Патрия. Когда, в момент эффекта перхезиционирования, контракт для локации этого официей с партии Патрия, в 30 ноября, уже испирал. И где они были? Они были в страду Букурея или в официей партии политики Патрия? Есть много, много, много нюансов, которые мы уже видим в сценарии планируем, приготовленным. Мы уверены, что это не будет закончен. Я думаю, что еще есть какие-то действия, которые уже начнутся в сценарии, которые уже были приготовлены. Я хочу сказать, что вы, мальчик Патрия, что вы, на филе, презенте суббата, я хочу сказать, что вы сказали, что-то еще более интересные, чем что-то экскурсии, что-то еще более интересные. Буна Зио Тутурор! Я был презент не только в суббате, но и в большинстве, а в целом, какие-то телевизионные, которые были презенты здесь, они увидели, что-то страшно, когда стоят женщины в курте, и три-патру маскаци и армати, с автомате в жур. В принципе, в том числе, я думаю, что я и у меня из этих людей, которые получили партия в аэропорт. То есть это, что я могу сказать, уже третий, немедлогов, через эти перчезиции. Я думаю, что это в принципе, что есть не более, чем только только, какая, без precedents, для обеспечения, даже даже по индукрутируем фричей, потому что я хотел, что я вам сейчас на грешеве Полиции Frontierки и полиции Frontierки скажет, что я смогу сказать для меня не разговаривать. Вы можете не задать в Guinnessété. Я не смогу помнуть ни много, что я не платит в то же время для меня в течение У меня не успея, не успея, не успея, не успея. В спаде, в спаде, в стынге, в двое, я был искорством в аэропорту и в целую большую инфрацию. Без ора 1 до ночи до ночи, в горя 5 до ночи, я был искорством нашей психологии тыс. Потому что это второй, потому что это психология. Потому что, второй, то все остается присоединяя пункта и сетей станет самому, И я думаю, идея, что ты не вернулась, что ты не вернулась, что ты не вернулась. И то же самое что это не так, потому что отчетатур, который стоит в фаце my face, не вернулась на меня. Майло как так. Дело 1-5, мы у нас были. Но в две недели, в которые приходят авокат, и не успея, потому что мы были четыре, Аминь. И я думаю, что предпочитает, что и пресса, что-то начнет ходить в Апорту в предстоиumpрении психологических организаций. И я вам скажу на этом. Так, я говорил сンドit, и дома Петко, и с домом Шåремед области Чорне Лу Moraru, очень активист у нас в Трунса, который был заставлен в 72 лет. И медитра имеет связи во многих встречи. Достаточно очень трудной. Они у них маленькие, 2 месяца. Майяу на антрицинере о буннике Которые болнавы Паркензол Паи, имидиат дупо Репортажа Publicа ТВ Канд Publicа Типуриле, а фоку тримитер На comunicат у прокуратуре Генерале И спуне că Activистii Partидулы Патреа Которые Сут Арестаți, ridикаți Рискат пына на 10 лет Пущкарие Думитрица ест Cu риску де-а перерти сарцена Deci, am mai spus colegilor dumneavoastră Chiar atunci, în seara aia Haideți să fim Un pic echidistanți Eu înțeleg că există coloratura politică Eu înțeleg că există patroni Dar există și niște reguli De bun sim Ăsta nu este unicul caz Mai avem, deci, chiar săptămâna trecută A venit la noi un activist Din Reunul Iloveni care îmi spune că 3 ore Polițistul de sector l-a ținut În stradă Și forțându-l să confirme Că el A primit bani de la USAT N-a vrut omul Dar a venit foarte speriat Pentru că spune Doamna Elena, n-am luat niciun bani N-am primit niciun bani Mai mult ca atât S-a ajuns până acolo, până unde Una din colegiile dumneavoastră Care este prezentă Adineau Desi ori pe la conferințele de presă Care la fel este însărcinată A fost cel puțin De 3 ori maltratată psihologic Și ultima dată chiar îi s-a luat din mână Dictofonul și a fost stricat De oamenii înciviri Care îi solicită Să scrie plângere Să scrie, adică la poliție Cum că ar fi primit bani De la Renata USAT-ei La strășeni Se întâmplă același lucru Un activist de-a nostru Este forțat să declare Că a fost plătit de USAT-ei Și ultima Sâmbătă înainte de A se face perchezițiile Eram ieșită Într-un moment Am primit un sunet de telefon De pe numer privat Adică ascuns Cu o tonalitate Care nu Nu poate nici chiar Critice-i fi supusă Un oarecare Bărbat care s-a prezentat Ca fiind procurorul Zumbrianu Într-o formă atât de violentă Că nu vă pot exprima A încercat să ceară De la mine Cheile de la oficiul nostru De la Vazov Încercam să explic Unului că Ar fi bine Să suni de pe un număr De telefon deschis Ca să pot pe urmă Verifica despre cine este vorba Ar fi bine să se documentează Că eu nu am aceste chei De unde a luat dumnealui Numărul meu De telefon personal Nimic Deci erau răcnite de asta În telefon Eu știu că dumneavoastră Aveți chei Și fiți buni Și aduși-le Și deschideți Că dacă nu noi forțăm ușa Și o să fie rău În fi S-a găsit cheile S-a deschis O activistă de noastră Din Chișinău Care era acolo La fața lucrurilor A încercat să pună O întrebare La care cineva din Eu știu Reprezentanții organelor de forță Care au venit să facă percheziția Într-o manieră Foarte impardonabilă Ca să nu zic altfel I-au spus că tu Dacă ai să mai pui întrebări A fost bruscată În primul rând A fost împinsă La care i s-a spus Dacă o să mai pui întrebări De filoestea Îți pun pistolul La tâmplă Și o să fie rău Iată Astea sunt mecanismele Și manierile Cu care se lucrează Eu așa Ca femeie Ca mamă Vreau să fac un apel Și către voi Cei de la presă Și către societate civilă Dacă mai există Astfel de societate civilă Și către Toate organizațiile Organizațiile neguvernamentale De diferit fel Și să solicit Cel puțin Să ia atitudine Pentru că Se încalcă Absolut Toate drepturile Posibile și imposibile Și dreptul La libera întrunire Pentru că Membrii noștri De partei sunt persecutori Și dreptul La libera circulație Pentru că Eu nu știu de ce Și nu știu cum Am fost dată în căutare Și percheziționată De poliție de frontieră Și nu numai Și dreptul La o justiție Echitabil Pentru că avem Dosare fabricate Și la urma urmei Să ne fie respectat Prezumțe Nevenuății Avea după ce ați Demonstrat ceva Atunci veniți Ca să nu Și vreau să fac și eu Frontcomun cu domn Petcov Și să zic În general Structurile internaționale Sunt prezente În această țară Ele văd Ce se întâmplă Cel puțin Mă rog Altceva decât O declarație publică Despre tot ce se întâmplă Credem că Deja ar fi cazul Să se întâmplă Dacă aveți cumva întrebări mare Dacă aveți-c Să se altă колючей проволокой. Кстати, единственное посольство Молдови, которое ограничено колючей проволокой. Вот пускай себе там сидят. Ноги моей там не будет. В посольство на двусторонней основе будем ходить. Посольство стран Европейского Союза, да. К Тапиоле нет. Пусть это будет черным пятном в его истории. Пусть ходит постоянно с этим ярмом. Не собираемся мы. Очень скоро мы там увидим кое-какую акцию. Тогда посмотрим, что там будет. Не буду пока говорить о других моментах. Рюнатор Усатый заявлял о том, что если будет необходимо, он вернется в Молдову. Это очень необходимо. Но это будет не сегодня и не завтра. Даже под угрозой ареста задержания? Нет, он вернется даже под угрозой ареста, но это будет не сегодня и не завтра. То есть он знает прекрасно, что будет арест. Поэтому отдайте его возвращение, мы вас предупредим. Я буду... Я хочу вас заверить, что вы об этом будете знать точно. Все вместе мы не будем. Тогда, пожалуйста. господин Апеков, а если вот отвлечься от того, что происходит от давления на Патрию Патрио, о котором вы говорите, существует ли вообще план действий Патрия как политического формирования в надлежащий период? Он реализуется? Ну, конечно, мы намерены идти... Как бы полностью абстрагироваться нельзя. Скажу вам, что мы намерены идти на местные выборы. Действия властей, они специально ведут к тому, я говорил в самом начале, чтобы исключить политическую партию из регистра политических партий Молдовы, для того, чтобы мы не могли участвовать в выборах. Им не удастся. Я из Молдовы, еще куча других партий. Пусть закрывать все. Продолжение следует... Я, я лично, я, лично, не хочу, чтобы вы посмотрите в спаде Чигуреш. Дома, Петро, знаете, что вы говорите в Минтере, что эта человек знает, что в спаде жюкарилы есть у USB-порт с очень интересные видео которые связывают что-то очень интим для того, как у меня был преминстр. Пой не знаю. В Минтере, что вы говорите, что это было бы такое, что это было бы сюрприз, чтобы поручить на край-н край на край в том, что это было бы в полчаса с удовлетворительной нарушение. Он предупреждает, поэтому нужно обучать прокурору. Прокурору инсиститет два раза. Прокурору инсиститет два раза. Он не предупреждает. Он предупреждает прокурору и говорит, что не надо открывать там чебуражки. Чебуражки не были просты. Да. У них было что-то там, да? Он стремился. Ну, ма руг, трябалор. Он, а то, что, маика Мосарьев, что, маика Мосарьев, что, армамент. Думаю, если он был эксперимент, он должен был видеть, что не может быть армия. Но, еще раз говорю, это и при этом. Это были какие-то профессиональные, которые идут на явиаду. Я говорю, что, когда в аэропорт, когда были перчезиции, Гестаповисты, которые постоянно стоят на телефон, в байбер-порнит. Но не в каждую минуту. Везет в SMS. Возвращаясь к вам, было два, три часа, три часа. И вы знаете, что это не любовь, но это не периписка. И он не как-то, чтобы догонить телефон, потому что, в нормальном порядке, это очень сложная процедура. Нет, он стоят и читая тогда. А теперь, в постоянном порядке, говорили с этими человеками. Один, который Георгиевич. Я имею в виду, что это дупо таталу, прокурору, дупо Котнио, Морару. И они послутали один или другой. И здесь я возвращаюсь на то, что я сказал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да. Продолжение следует... КРИМИНАЛИ, ГЕСТАПОВИШТИ, КАРЕ-СФАК ТРЕАБА СУБДРАПЕЛЛУ УНУЮ ЕРОПЕНИЕ, КАСА АУДА ДОМУЛ ТАПИОЛА, ДАКА НУ ЕСТЕ КУМВА НА СТАРИ СА ВАДА ЧЕЕ СИНТЕМА, МАКАР СА АУДА. МОТ ДЕКАТ АТЫТ, КАНДА ФОСТ ИНУЛЦАТА ПЕРЧЕЗИТИЯ, ДЕЧ, ЕЁ, КААВОКАТ, КАРА МАСТАТ ЛАЦАСТА ПРОЦЕДУРА, АА БАРА МАСТА ПОЦУДАТ АЦЕНТЕЛЬ ПЕР ФАБУЛА КАРА ВИТИНО, ОРДОНАТЦА ДЕТЕЙ ПЕРЧЕЗИТИЯ, ДЕК, СКОПУЛ ПЕРЧЕЗИТИЯ, КАРЕ БУНОРУ УРМЕАЗА А FIE ДЕПИСТАТИ ŞI РIDICAT, ADEC, ЕСТЕ ВОРБА ДЕКА, CAUZA ПЕНAL, ПОРНИТ ПРАНИЦА ПРАНИТА ЛЮПЕРЕА ЛАГТОРИЛО СИ ИЛИ ГОЛИ ДЕЧ ЕЁ, Бунные продукты, в форме хрищ, курицу, леги, etc. Документы, черные регистрии, HD, CD, которые имеют значение directа к этому поводу. Стоит перхезиционирование, а то вся фоица была замена. И я был презент, но хрития respectива не имеет никакого оформления о формировании пенали. Что фееа офцерът для investigащи или персоани, коеааа, которые противоава в кадру перхезиционирования? Фотографияу. Шо, директ, пенбайбер, куива экспедеа. Я у меня спешаа. Мне не спешаа, но оказывает, что зацепаа, что ваше неколчатия, као респонденте, а чето, и на шахе и т.д. Треба утиея ждукатурно-турѣи, зацепа астаса, астаса, даты-какарактери персонал. И нарядьте вам, что фотографии и экспедиатись в руках. Рыскорьте-от в чем-то действительный. У нас не нужны для вас, но вовремя не поступают в процедура перхезиции. Пойте ее, поэтому, это то есть. Реугольность привозить в бесплатную процедуру. Цей призженщей на перхезиционарии не должны работать на телефон. Вместо того, к тому, что ли занимают эти перхезиционары. То есть, что мы будем поддерживать лето, работая в качестве обслуживания, прокурора, Ит. Далее, во время вести акты, которые были испустили за то, что не были в качестве южного правительства.. ...коиз-как side и выпить в какие-то новости. Стоит и поэтому я приспун. Я пока не афирую, но приспун. Многие бунты были были, стоитов, которые были созданы, а, как и из-за этого, все были в качестве выполнًا, которые были созданы в качестве авиации, в основной области обlagения стали, все были разданы. Продолжение следует... в фауе лакуя, которые привят на филе информации что-то о том, что-то о том, что-то на эти объекты легали. Не мимо меня фактически, что в ходу о процедуры о examinании, что-то не депеставая реформа, что-то легали. Но видимо, что-то есть паркорс. Дальше, что-то визиное. В начале, даже и в ходу процедуры эффективного перхизиции. В финале, да, мы опус, в науки официй, ни сих не субтитров, в актиле официей, афлят по страде, на зоне. Триколы, то есть материалы, которые не были использованы в кадр компании электронные, они были уничтожены. У меня есть только вопрос, а я думаю, что они уничтожены? Что они уничтожены? У артикула 181, коррупция легатурного. Если они официально были уничтожены в фонд электрол, они были уничтожены, что интерес они уничтожены, как объекты дадут быть уничтожены для того, к примеру. Пять оранжирование уничтожены входит, что делать? А в актом, например, подключили партнер Морената Усат, где цералия и адяная. Что в течение того, что уничтожены? И что уничтожены в аксессу, и в частности, это коррупция легатурного. Что в системе, как обученство, рекламного адреса, чрезвы бы даты… И как раз, чтобы быть, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok